до заточки бритва даиши 300 тамахагани сталь так ну вот я с носика начал смотреть начну конечно неровности тут есть там и вот есть выход выход такие раковинки вот на ирка на самой кромочке это как бы не так опасно мы их уберем без проблем неровности вот и вот буква буквально это наносите вот остальная бритва вот она затачивалась видимо на японских камнях там или на каких не знаем похоже на натуралы и вот вся кромочка общем чистенькая ну все мы все это выровняли все эти заусенцы все убрали вернее не заусенцы раковины какие были там ржавчина вот именно было ржавчина возле носика вот сейчас только видим заусенец вся кромка чистая это вот тысячник на него часера вот вся кромочка ровненькая чистая геометрия хорошая бритва так ну вот пять тысяч шесть тысяч вернее шесть тысяч грит кромочка ровненько уже заусенец есть конечно вот ну риски убрались остались мелкие так это вот с обратной стороны кромочка ровненькая так далее работаем на натуральном камне вот этот камушек значит это хотахоша я так подозреваю вот он достаточно тонкий был и я сделал такой саркофаг ему из эпоксидной смолы ткань добавил здесь для лучшей прочности вот ну края конечно вот здесь вот надо подработать ну пока так оставил края имею ввиду смолы сам камень я подработал совершенно такая впадина была мощная кромка вообще острая там обрезаться можно вот ну вот эту смолу конечно лишнее убрать надо будет ну пока так значит это будет и заодно и тест этого камня вот и за . бритвы то есть два в одном получается так камень значит алмазные пластины 1000 грит вот суспензию выбиваем так ну камень как бы достаточно достаточно твердый достаточно твердый плоский плотный вот и значит будем пробовать очень приятный камень но очень мелкий очень мелкий вот я тест сейчас сделаю и возможно его нужно перед этим камнем ну скажем еще японский камень ставить вот но которого которого зерно покрупнее скажем так ну где-то 100 кругов сделать так с обратной стороны но вот бритва форме комиссории то нечто среднее между европейской комиссории то есть профиль комиссории вот но имеется рукоять в которую бритва вкладывает значит комиссори обычно точит вот на одной стороне как бы больше круто там 10 кругов а на обратной один круг всего один десяти один к семи там не знаю один к трем вот то есть в основном вот вот с этой стороны точит а здесь только как бы заусенец снимают вот так ну очень тонкий вот виды видно вот это вот это вот серые цвет серый суспензии становится вот ну камень очень тонкий очень мелкий ну посмотрим как результат у него на сейчас посмотрим микроскопы и дальше посмотрим как то ли нам еще работать на этом камне вернее то ли еще суспензии то ли уже на чистом так ну камень честно говоря обалденный мне кажется посмотрим вот как на чистому работает но здесь ну 100 кругов правда то есть он все риску убрал это вот с обратной стороны где 100 кругов очень четко работает очень быстро и очень тонко этот камень мне кажется будет претендовать на место лучшего камня из всех что у меня есть так смотрим с обратной стороны вот здесь кругов 50 я делал ну тоже все все убрал камень очень однородный зерно мелкое но работает быстро так теперь будем работать на чистом камне так чуть-чуть так струйку воды очень приятно работает вот и чистый камень и суспензии ну я думаю из всех камней которые у меня есть этот лучший так что здесь чуть-чуть так наверно получше будет видно то есть надо просто подольше поработать там и результат будет великолепно так и с обратной стороны с обратной надо подольше поработать то есть я на чистом вот уже работал ну вот с этой сам с обратной стороны в общем меньше кругов делаю и он как бы там не заполировал ну вот он уже все прилипает в общем конкретным прилипает камень и уже бритву очень тяжело двигать то есть бритва не двигается вот она водить ее невозможно полностью залипает так но это вот чистый камень то есть вот он очень быстро сработал где-то 100 наверно 100 проходов на чистом камне вот и поверхность но я уже вижу примерно вот поверхность она примерно такая же как после эйшера не хуже то есть сказать камень очень хороший это значит ничего не сказать я бы сказал ну великолепно то есть невероятно но это с обратной стороны а там где-то больше ста проходов даже сначала просто на воде потом проточной воде вот а теперь смотрим вот с основной стороны вот я там мало где-то проходов 40 сделал то есть он поверхность еще не до шаг то есть придется вот здесь вот уже вот в этом месте вот лучше то есть здесь придется еще поработать так ну вот такая вот в результате получилась кромка обычная волос ну хатахоши когда вернее эшер после эшера вот так с волосом вот а здесь то есть вот я случайно зацепил вот он так струганул то есть еще раз повторюсь кромка ну не хуже чем как после эшера очень тонко работает тест нарез волоса ну очень мягко режет так еще раз пробуем очень мягко срезает так бритву даиши 300 сталь то махагане вот такая бритвочка интересная так сейчас ну в принципе то уже профиль комиссори вот ну чуть как бы подлиннее комиссори как бы короче обычно и вот с такой рукоятью рукоять как европейские да так таким ну как бы